Чем отличается Ветхий Завет от Нового? Ну, если бы ответить очень коротко, то я привёл бы такое мнение такого авторитета, как Иоанн Златоуст. Это столб церкви, один из самых великих святых и проповедников христианских, у которого много есть толкований на Ветхий Завет, на Новый Завет. Вообще у Иоанна Златоуста 12 томов, знаете, вот таких вот огромных! Всё у него есть! То есть я почему говорю об этом, что он прекраснейший знаток Священного Писания и Ветхого Завета, и Нового Завета. И вот он, исходя из этого своего действительно великолепного знания, сказал не больше и не меньше, как следующее. Новый Завет отстоит от Ветхого, как Солнце от Луны. Или наоборот, Ветхий Завет отстоит от Нового, как Земля от Неба. Вот точное выражение! Точное! Ветхий Завет отстоит от Нового, как Земля от Неба. Мне кажется, достаточно даже сказать это, чтобы уже сразу понять, как мы должны относиться к Ветхому Завету. Это действительно Завет? Да! От Бога дан? Да! Конечно! Но вы же знаете, какая разница-то может быть? Все вещи постигаются в сравнении В данном случае Иоанн Затаус указал на колоссальное различие между Ветхим Заветом и Новым. Под Ветхим Заветом, что, разумеется, то откровение, которое было дано Моисеем конкретному народу, одному, одному еврейскому народу, только одному, Евангелие дано любому народу, любому, любому человеку. Это, так сказать, чисто внешнее, даже сравнение, показатель внешний, который говорит о том, какова существует разница между тем и другим. Но главное, конечно, различие по существу. В Ветхий Завет апостол Павел называет тенью грядущих благ. Представьте себе разницу – человек и тень. Самая хорошая тень. Ему уже какое-то представление о человеке, о его фигуре, можем сказать. Тень. В Ветхий Завет только говорил о том грядущем Спасителе, который придёт и который откроет нам полное познание о Боге, которого не имел Ветхий Завет, познание того, какой должна быть жизнь. Ветхий Завет не имел таких заповедей, как новый. Недаром Господь Иисус Христос прямо даже заявил, помните, однажды в Евангелии от Матфея он говорит, вам сказано, любите врага, возлюби ближнего, как самого себя, и возненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молите забежающих вас и творящим вам всякие напасти. Ох, как! И мы видим действительно, мы видим это во всём, различия между Ветхим и Новым Заветом, Заветом. Избранными кто становится в Ветхом Завете? А один народ. Почему? Только потому, что родился. По крови. Родственники. Идёт от Авраама. Родные. Почему, кстати? А в Новом Завете не имеет никакого значения какой-то национальности. Избранным является вовсе не по крови, потому что ты родился, и, может, ты негодяй, хоть ты родился там по крови, ты действительно родственник Авраама. А почему Господь именно евреев сделал избранным? Да, это вопрос другой. Я просто сейчас скажу. Вы видите, какая колоссальная разница? Там ограничено всё. Вот, маленьким народишек и всё. А здесь всеобщее откровение дано каждому человеку и избранным является не потому, что ты такой по крови, а потому, в какой степени ты своей жизнью соответствуешь Богу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok